ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте! Доброе здоровьица! В эфире 8-го канала программа в гостях у Геннадия Малахова. В нашей программе мы делимся уникальными рецептами естественного оздоровления организма, общаемся с интересными людьми и даем вам советы на все случаи жизни. В ближайшие 50 минут с вами проведут наш любимый пропагандист здорового образа жизни Геннадий Малахов. И моя очаровательная помощница Татаня Ларич. Спасибо! От пищи зависит многое, говорят нам врачи, припоминая давнюю аксиому «мы есть то, что мы едим». И так уж получается, что все самое вкусное вредно, а вред это часто носит имя избыток холестерина. Повышенный холестерин считается одной из основных причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Тема нашего эфира – спасаем сосуды от холестерина. Из программы вы узнаете, что из себя представляет холестерин, какие продукты его содержат, и можно ли от него совсем отказаться, и нужно ли. К нам в гости придет оперная певица Анастасия Вербицкая. Сегодня мы поговорим о том, как правильно и без вреда для здоровья очистить наши кровеносные сосуды. Выполним дыхательную гимнастику и отвечу на письмо нашей телезрительнице, которая спрашивает рецепт зубной пасты для чувствительных десен. Врачи всего мира утверждают, от состояния наших кровеносных сосудов зависит здоровье в целом. И лечить то или иное заболевание нужно с улучшения процесса кровообращения. Геннадий Петрович, что вы об этом думаете, как прокомментируете? Кровь, двигатель, здоровье нашего организма? Ну, действительно, каждая клеточка должна дышать, значит, к ней должен подходить кислород, назад уходить отходы, то есть углекислый газ, должно подходить питание, опять-таки назад уходить метаболиты, то есть отработанные вещества. И всё это осуществляется через круг. Поэтому и там, где нету крови, нету жизни в организме. Получается вот так вот. Получается, что кровеносная система – это такая жизненная магистраль нашего организма, нашего здоровья. Поэтому давайте узнаем врагов в лицо. То есть мы, я, телезрители. Давайте. Да, узнаем врагов сосудов. Самый главный, основной. Ну да, считается, считается, что именно на сосуды действует такое вещество, как холестерин. Холестерин, оно состоит из двух слов. Зреческого, значит, холи – это желчь, стерин – это камень твёрдый, то есть это затвердевшая желчь. Образуется всё у нас внутри нашего организма. Сам по себе холестерин нужен для организма, потому что из него строятся стеночки клеток. Видишь? Но если его больше, чем надо, или он не нужного качества, то он начинает откладываться на стенках сосуда. То есть вот у нас сосуд, а вот здесь откладывается. И пропускная способность этого сосуда уже становится хуже. И те органы и клетки, которые он питает, начинают испытывать сначала, как бы сказать, лёгкий дискомфорт, который переходит уже, знаете, как всё равно, когда человека удушают. Так, я правильно на вас поняла. Холестерин нужен, но нужен для того, чтобы строились клетки. Но он должен быть в правильном количестве. Он должен быть в правильном количестве. Он особенно нужен растущему организму детскому, потому что он растёт, клетки должны чего-то строиться. Он нужен женщинам, особенно в детородный период, особенно когда женщина беременна, потому что плод строится с холестерина, вот эти все клеточки. И если его нет, то просто-напросто может быть недоразвитие плода. Этот холестерин мы вырабатываем? Ну, в смысле, человеческий организм или получаем его с едой? Оказывается, примерно где-то 70-80% холестерина вырабатывается у нас из пищи печенью. И примерно 20-30% поступают вместе с пищей. Но если пища, что такое холестерин? Это наподобие воскоподобной такой субстанции. Если его слишком много поступает с жиром, он очень сходный, то получается, что количество холестерина, которое наш организм может усвоить, сильно преувеличено. И получается, что он начинает закупоривать мелкие сосуды. Сначала это капиллярные сосуды, и возникает холод, вот ручки, ножки. А если откладывается бляшка где-нибудь в голове, в сосудах головного мозга, то может наступить уже там инсульт. Я думаю, сейчас самое время пригласить нашего гостя Руслана. Он уже в студии. Здравствуйте, Руслан. Проходите, пожалуйста. Доброе здоровье. К нашему столу, к нашему шалашу. И вот что-то вы прихрамываете. Но я думаю, что с холестерином это не связано. Нет, нет. Да, здравствуйте. Может быть, это и связано. Может быть, и связано? Да. Да, как ваше самочувствие? Спасибо. Вот, живем. Живем. А хорошо ли живем? Были ли у вас проблемы с лишним весом, например? Ну да, у меня вот как раз-таки было год назад. А сколько вы весили? Я весил вот 125 килограмм, 127 почти. О, это... Вот можете сравнить. С вашим ростом. Сейчас на вес, на взгляд так, наверное... Не, ну... Ну, я потом... Восемьдесят. Конкретно занялся с собой. Здесь очень важно изменить пищевое поведение и выработать новые привычки. Вот как раз на это время 20 месяцев дней уходит на то, чтобы их выработать. А я хочу уточнить, какие фрукты? Потому что я, например, слышала, что во фруктах очень много то ли калорий, то ли сахара. И вечером лучше от них отказываться. Вы какие ели фрукты? Нет, ну я в основном яблоки. А, ну... Вот яблоки. А какие сладкие, кислые? Нет, кисло-сладкие я люблю. Кисло-сладкие? Да, кисло-сладкие. Подойди поближе к ним. Вот, кисло-сладкие я люблю. Киви. Киви? Да, киви там, апельсины. Грифрут любите? Грифрут. Грифрут. Нет, я ананас еще тоже покупал. А, ананас. Руслан, я так понимаю, что из всего того, что вы перечислили списка этих фруктов, самым сладким является ананас. То есть, и грамотно получается, что выбор фруктов правильный. Ведь яблоко же можно есть вечером. Можно есть вечером, и как раз она будет чистить сосуды. Вот. И очень хорошо, что вы еще ананас кушали. Дело в том, что ананас содержит ферменты, которые способствуют расщеплению как жира, так и очищают наши сосуды. Поэтому правильно поступали. Ну да, я потому что я сахар вообще перестал есть. Сахар я стал называть белый яд. Сладкий яд. Сладкий яд. А соль тоже перестал есть. Ну, соль, потому что это... Воду держит в организме. Ну да. Соленый яд. Подойдите, да, чуть-чуть к нам. Ну, первый месяц было тяжеловато, конечно. А потом привык, все. И все пошло как этот... Вес начал таять. Да, на глаза. Здоровье улучшаться. Настроение повышаться. А вы почему решили бросать? Потому что было тяжело? Или вы что-то слышали о холестерине? Не, ну вот я именно слышал, что у меня вот может на вот мои тазобедренные суставы, может вот это вот что-то и влияет. Руслан, это есть такая поговорка, извините. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну да. То есть этот лишний вес вам мешал восстанавливать ногу? Вообще вы на правильном пути. Сбросили лишний вес, уже облегчение для ноги. И сейчас я вам порекомендую еще чаек, который вы будете пить, для того, чтобы ваше самочувствие еще было лучше, чтобы холестеринчик уходил, сосуды чистились и вес сбрасывался. Вы еще килограммчиков пять сбросите, будете во. Значит, вот смотрите, вот эти вот травочки, давайте их сюда. Давайте я вам помогу. Значит, здесь у нас содержится такая сладкая трава стевия. Стевия. Вот она. Теперь смотрите, такая травка, как Вероника, буковица и плоды боярышника. Плоды боярышника как раз полезны для нашего сердца. Мы с вами все это берем по щепоточке. Все в равных количествах. И делаем такой чаек. Но для того, чтобы хорошенько разварились плоды боярышника, лучше все это делать в термосе. На ночь все это сделали и уточкой пьете по стаканчику. Да, да, да. То, что надо будет. Ой, пока будет настаиваться. Да, чуть-чуть. Разрешите я, может быть, ну, мужчинам тоже интересно. Но я уверена, что девушкам будет весьма любопытно узнать происхождение названия травы. Ну, кто-то говорит Вероника, кто-то говорит Вероника, как женское имя, красиво. Вот есть такая легенда о том, что этой травки раньше вообще на свете не было. И у одной невесты заболел жених. Она так хотела его вылечить. А не получалось. Она обратилась к колдуну с просьбой найти такое снадобие, которое бы подняло юношу на ноги. А колдун тоже не нашел. И девушка так расстроилась, с одной стороны. А с другой стороны, у нее была такая сила любви, что она сама превратилась в траву с красивыми голубыми цветами. Потому что она была голубоглазая. И в народе так и осталась Вероника. То есть Вера в Нику, в победу. Над болезнью. Над болезнью. Давайте. Бокальчики. Кстати, буковица тоже очень красивый цветок. Вот я у мамы своей тоже много набрался. Она у меня тоже. Травится. Умно. Она всегда чай. Там у нас в огороде и смородина росла. И то она листья вот эти собирала. И раз. И чаек делали. И заваривала в чайник. Хорошо. Листья смородины очень хорошо используют. Там много биологически активных веществ. Которые способствуют и снижению веса, и очищают сосудики от холестерина. Ну это что? За вас выпьем? Да. Давайте за меня. Здоровья, чтобы у вас все было нормально. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну вот, да-да-да. Горечь, горечь это от чего у нас? От Вероники? Нет. И сладость. А, это сладость. Горечь я даже не чувствую. Так. Ой, а я вижу, тут, конечно, у нас еще и облепиха есть. Хотя, конечно, меня так подмывает Руслана сейчас спросить. Во-первых, понравился ли ему напиток? Нет. Отлично. Отлично, хорошо. Отлично. Интересная слова. А так хочется провести эксперимент, чтобы быть уверенной, что Руслана можно отпускать с чистой совестью, чтобы он дальше сбрасывал вес. Прям даже не знаю. Ну, мы как раз поможем. Для этого мы сделаем ему салатик. Смотрите, у нас есть облепиха. Мы с вами берем облепиху. Облепиху надо помять. Вот, смотрите, мы ее так ложечкой помнем. Чуть я не пойму, она какая? Она вот такая желтенькая. Это как раз облепиха. А это она свежая? Вот. Теперь мы с вами берем морковочку и потрем ее на терочке. То есть создадим наполнение нашему салату. Опа! В ритме, так сказать. Да. Есть. В ритме даже не вальс, а танго. Теперь мы добавляем сюда. Медик? А, вижу, вижу. Чувствую. Так. Это будет не салат, а чудо. Ну, меда мы немножечко добавим. Вот. Так. Облепиха нормализует давление, да? Облепиха, да, способствует тому, что очищает. Теперь еще мы лимончика. Кстати, лимон очень хорошо действует на очищение сосудика. Вот сюда. То есть целый лимон, да? Да. Или половинку. Вот. Теперь хорошенько все это перемешиваем. Так, давайте я вам помогу это помешать. Так, значит. Давайте. Это что же у нас такое получилось? Это как настойка или салат, или что это? Смесь. Это у нас смесь. Мы ее держим в холодильничке и принимаем по одной столовой ложечке утром натощак. Курс три недельки. Вот. Для очищения сосудов от хорошей. Пробуем, Руслан. Давайте. Не-не-не. Не бойтесь. Да, что проверено. Здесь облепиха, морковка, мед, лимон. Все очень такое. Ну, как? По вкусу как вам? А? Кисленько? Ммм. Красно. Чудо чудесное. Хорошо. Аж мозги сразу прочистили. Мозги прекрасно. Это говорит о том, что сосудики головы у вас стали почище. Да, уже сразу расширились. Только смотрите одну столовую ложку, не более раз в день. Вот такое, да? Раз мозги прочистились, разрешите мне вас сейчас протестировать. Значит, давайте мы пройдемся вместе сейчас вот к столу, где у нас находится несколько различных продуктов. И будет такое задание. В одну стопочку, проходите туда, пожалуйста, присаживайтесь, в одну стопочку хорошие продукты, то есть продукты, которые... В смысле, они все хорошие? Они все хорошие. Давайте так, полезные. Руслан, вот у нас продукты. Вот разделите их на две группы. На те продукты, которые вообще не содержат холестерина, и те, у которых его много или так более-менее много. Ну, как вы? Подкованы или нет? По моему мнению, так вот. Руслан, смотрите, игра такая. Вы хотите отказаться от холестерина. Покажите нам продукты, которые вы будете есть, и покажите продукты, которые вы отказываетесь есть, потому что хотите контролировать свой холестерин. Да? Ясное задание? Да, да, да. Мне же самое интересное. Я понял. Хорошо. Вот. Какие это продукты? Ну, хорошо, вот. Давайте, откладывайте их. Вот это где? Это мы будем есть или не будем? Не, вот это будем. А, это будем. Хорошо, пожалуйста, это мы будем. Так. У нас 20 секунд. Время пошло. Ну, масло, вот это вот, это... Правильно. Холестерина там... Сейчас проиграйте, давайте быстрее. Вот. Сначок сюда, вот это вот. Так, вот это вот сюда. Это вот, как у нас называется? Авокадо. Авокадо. Авокадо, вот авокадо. Так, сыр куда? Сыр, ну, это тоже вот сюда. Яйца куда? Яйца. Да. Яйца, ну, это как? Там холестерина тоже, желток. Ну, вы решайтесь. Ну, да, я его, да. Правильно. Шоколадку, да. Желток, да. Ну, шоколадки, холестерина... Пончики куда? Пончики, это жареное на масле. Сюда, да? Да, это сюда тоже. Икра, это вот холестерина. Холестерина... Ну, давайте уже просто на интуиции, на интуиции. Ну, да, я думаю, здесь... Руслан, поставьте куда-нибудь. Нет, вот я сюда. Орехи куда? Орехи куда? Орехи вот сюда. Орехи сюда, шоколад? Шоколад тоже сюда. Так, а вот теперь... Внимание, правильный ответ. Внимательно смотрите, телезрители. Вы знаете, вы во многом оказались правы, но икра содержит очень много холестерина, поэтому и сюда орешки. Орешки, они хоть и содержат, так и жир, но не такое. Их можно сюда. И что касается шоколада, то и вот, особенно горький шоколад, можно сюда. Практически вы все правильно распределили. Все правильно. Эти продукты содержат много холестерина, из икры вылупляются рыбки как раз, строятся клетки, из яйца растет курочка, масло и сырок, это все, которые относятся к продуктам, которые содержат много холестерина. Поэтому вы правильно, это все. Так, вот. А здесь как раз продукты, которые очищают организм от холестерина, вот, особенно бобовые, там и клетчатка есть. Вот, особенно хорошо действует этот чеснок, он вообще выжигает холестерин, снижает уровень его в крови и очищает сосуды. Вот. Киви очень хорошо использовать. Авокадо. А, авокадо очень хорошо использовать. И горький шоколад, именно горький, не сладкий. То есть вы отобрали продукты правильно. Руслан, из десяти всего две ошибки, как говорят у нас в караоке, вы поете очень хорошо, на 80 баллов. Я думаю, что у вас сто процентов есть еще вопросы, Геннадий Петрович, я вас оставляю. Сама пойду к нашим следующим гостям узнать, что еще поможет нашим сосудам. Что еще вас волнует? Ну, вы ответите, сейчас вы мне объясните. Оказывается, рыба же, оказывается, жирная. Вы смотрите Восьмой канал. С вами Таня Ларич. И Геннадий Малахов. Тема нашей программы сегодня – спасаем сосуды от холестерина. Наши кровеносные сосуды поэтично можно сравнить с руслами рек. Если в реке много мусора, в воде приходится преодолевать различные преграды. А значит, этот мусор нужно извлечь. В очищении нуждаются и наши сосуды. Узнаем, как это правильно сделать. Узнавать будем вместе с нашей замечательной гостьей. Встречайте, у нас оперная певица в гостях. Анастасия Вербицкая. Анастасия, здравствуйте. Проходите, пожалуйста, к нам. Доброго здоровьица. Доброго здоровьица. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Татьяна. Очень приятно. Здравствуйте. Взаимно. Как вот голос уже звучит, уже слышно. У нас есть такое мнение, что оперные певцы, когда сильно поют, ну, нам не оперные певцы, нам кажется, что все оперные певцы очень сильно поют, кажется, что напряжение идет такое, что аж прям сосуды в голове трещат. Это наше дилетантское мнение? Или где-то здесь есть зерно правды? Все правильно. Зерно, правда, есть напряжение. Вы слышите не только в звуке, но оно идет во всем организме. Конкретно вот тот резонанс, который у вас возникает в ушах, это благодаря верхним резонаторам, которыми певцы отражают звук, где рождаются основные обертона. То есть главное украшение голоса – это обертон. Вот, и здесь идет все напряжение. А можете сейчас вот извлечь? Уже сейчас? Да, извлечь звук. Мы еще ничего не попробовали. Еще ничего не попробовали? А вы можете уже извлечь звук, чтобы мы это напряжение так рядом, близко увидели и поняли? Прочувствовали. А-а-а-а. Напряжение, конечно, очень сильное. Но взрослым гораздо проще. Вообще-то очень хорошо чувствуется на детях. Когда детская публика, они смотрят на тебя и чувствуют, что ты начинаешь прибавлять. И у них первая реакция – они затыкают уши. Они не понимают, что они не оглохнут в любом случае, как бы не пел певец. И очень интересно их обманывать. Они ждут, что сейчас будет верхняя нота, и ты берешь ее на пиано. И они так удивленно смотрят. Как же так? То есть мы ожидали совсем другого. То есть пошла-пошла-пошла-пошла, Рулада, и они сейчас думают... Да-да-да. Все думают, что академическое пение или оперное пение это только вот открыл варежку, и чем громче, тем лучше. Это ошибочно. Хорошо. А значит, вот это наше предположение, что сосуды – ну, такое слабое место у первых певцов. Действительно слабое, да. А почему? Как в чем это выражается? То слабое место у теноров. Тенора, они очень активно, ну, все певцы, безусловно, без верхних резонаторов никуда. Но так как вся тесситура теноров построена на верхнем до, чем больше, тем лучше, и напряжение в организме идет очень сильно. Если вы обратите внимание, например, в повороте, когда он берет верхние ноты, да, ну, понятно, улыбка у него, и он начинает краснеть. Вот концерт, он краснеет и моментально… Это у нас сосуды работают. И моментально покрывается потом. Это говорит о том, что работают сосуды, более того, открываются капиллярные сосуды, идет пот. И с годами эти нора, ну, и вообще сопрано страдают давлением. А, повышенное давление, да, получается? А вы знаете, тут вообще нет ничего удивительного. Я вот часто демонстрирую упражнения, когда на выдохе мы опускаем руки, и за счет этого, смотрите, давайте. 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 Вспомним студенческие годы. Да, но я, правда, не знал этого, но тем не менее, я как-то интуитивно пришел к тому. Допустим, если давление большое, то мы ручки поднимаем и делаем выдох, и так… И как нечто опускаем. И наоборот, если слабое давление в голове, мы делаем вдох и… Сразу чувствуется, что подтянуло что-то. Я, наверное, сейчас чувствую, приопустить мне хочется. А мне хочется подтянуть. Подтяните. Это очень интересно, действительно, такие упражнения. И когда вы говорите «певец» поет на высоких нотах, то есть он свою энергию поднимает сюда, и здесь получается действительно, как бы сказать, энергетический вот какой-то тут шар, и сосуды расширяются, и пот выделяется. То есть огромная энергетическая вещь. Ну, раз мы вот вышли из-за стола и взяли физическую тему, может быть, вы поделитесь какой-нибудь, ну, дыхательной гимнастикой? Вот какой вы делаете вообще? Есть вот, я знаю, я сейчас скажу, я знаю одно от Стрельникова. Она, значит, ставила голос. И эта гимнастика дыхательная оказалась очень полезной для оздоровления сосудов и так далее. Она очень проста. В основном вот. Все правильно. Ну, такие еще движения, такие, потом большие, с наклонами. А, то есть это одно из движений гимнастики Стрельникова, да? Да, их всего где-то четыре упражнения, там кошка, нас все все такилие. Да, да, все правильно. То есть нас все такилие. Ничего нового я вам не расскажу. Вот смотрите, когда мы делаем наклон, надо делать вдох. Наклон, вдох. Наклон, да, все на противодействие. Так, дождите, наклон, вдох. Наклон, вдох. Наклон, вдох. Это очень сложно. Резкие, резкие, причем. Ладно, я войду, я войду, я войду, правда, сейчас, сейчас, сейчас. Я войду. Вы меня сейчас оставьте в покое. Просто очень странно, да, выглядит. Я уже так много их делала в своей жизни, можно я не буду. Хорошо. А, вот так вот, да? Ну что? А что, спина заболела, извините. На каблуках вот так вот. Да. Ой, и что? Ну, прилив идет. А прилив, да, да, да. Слишком быстро. Дело в том, когда делаешь нормально, не получается. Ага. Что потом? Ну, там с увеличением доводишь до 100 упражнений. До 100 раз в каждое движение. И эта гимнастика тренирует сосуды. И тренирует, в том числе, сосуды. Ну, вообще, миф уже давно рассеялся, что... Пойдемте. Певцы, да, певцы должны делать гимнастику дыхательную. Ну, это как-то повлияет на вокал. На вокал влияет только то, что ты делаешь вместе с вокалом. Вот так вот. Да. То есть, отдельно она повлияет на самочувствие. На очищение сосудов от холестерина. Ну, общее состояние. Потому что дыхательная гимнастика очень полезна. Дело в том, что когда делается дыхательная гимнастика, там, смотря какая, правда, накапливается углекислота, которая способствует тому, что расширяет наши сосуды. И в результате кровь течет лучше. Да, кровь течет лучше и быстрее. И холестерин наверняка вымывает. А, кстати, вот эти бляшки, которые находятся внутри сосуда, когда сосуд расширяется и ток крови идет сильнее, эти бляшки смывают? Нет. Нет. Дело в том, что если они будут отрываться и будут смывать, то, как правило, они застрянут там, где диаметр сосуда маленький. Понятно. То есть, они даже не рассасываются? Они должны рассасываться, да. Ну, а как их можно заставить рассасываться? Очень хорошо для того, чтобы наши сосуды очищались от холестерина, делать различные соусы. Там аджику. Для этого мы с вами, смотрите, возьмем в качестве основы клюкву. Прекрасно. Подаем ее в ступочки. Вот. Аккуратненько, я его подержу. Все делайте сами. Чтобы это. Вот. Так. Теперь, смотрите, мы еще с вами возьмем чесночок. Чесночок – известное средство, которое способствует тому, что очищает сосуды. И как раз оно докисляет вот этот холестерин, способствуя его растворению. Конечно, получается такой... Вкус специфический, скорее всего. Вкус специфический. Будем пробовать. Но, тем не менее, действие очень и очень хорошее именно для сосудов. Сосудник очищается, потом долго и подотворно работает. Но это после пения, не долго. Вот. Партнеры будут в Востоке. Так. Конечно, будут в Востоке. Так. Мы теперь берем с вами все это выкладываем. Ага. Танечка дает мне это. Смотрите. Опа. А, только сок, да? Да, возьмем. Ага. Возьмем сочок. Вот. Теперь. Теперь, смотрите, добавим сюда немножечко метка. Вот так. У нас медорожку. Вот им. А вот это ж как же выкидывать? Не по-хозяйски. Ну, это, это вообще, я просто слабо помял. Можно перемолоть хорошенько на мясорубочке, чтобы как можно меньше. И тогда эту массу также смешать. Смешать сметом можно использовать. Хорошо. Я просто, знаете, взял самые-самые такие выжимки, которые сразу же сейчас подействуют на нас. И мы оценим этот рецепт по достоинству. Вот видите, я уже размешал. Вот у нас появилось такое вот. И как часто. Соус. И вот этот соус мы можем использовать. Утром ложечку. Настя. Днем рюмочку. Попробуем. Верим. Кстати, можете попробовать, у кого есть желание? Ну, побывать и не попробовать. Пробуем, пробуем. Пробуйте, да? Берем. Пробуем. Маленькую. Татьяна, давайте. Вы первая. Вы гостья. Ладно, я гостья. Вы гостья. Очень хорошо этот соус использовать, знаете, для мяса. Это действительно соус. Для рыбы, да. Вот. Отлично. То есть так он ест. И в результате получается, что получится вкусно, хорошо и приятно. И при пользе от холестерина. Вот, и сделаем с вами, да, и он как раз растворит холестерин. Мы с вами берем другую мисочку. Где она у нас? Вот. Танюша, дай нам. Смотрите, мы с вами мелим грецкие орешки. Вот они у нас. Кстати, грецкие орешки содержат, естественно, масла, которые способствуют... Вот смотрите, холестерин – это жир. Это нечто, напоминающее собой воск. Чем его лучше всего растворять? Воск? Да. Огнем? Огнем, точно. Огонь здесь у нас как раз – это был чеснок. А вот здесь подобное растворяется подобное. То есть жирное растворяется жирным. Поэтому мы с вами берем грецкие орехи, которые содержат жир. Как быть певцам? Мы берем с вами чесночок и сюда. Смотрите, как он хрустил у нас. Да, так все кулинары делают, потому что уходит как раз неприятный запах. Вот еще это грецкие орехи. И заливаем одним стаканчиком теплого молока. Настаиваем. Вот. Потом процеживаем. Ага. И получается жидкость, в которой есть и эфирные масла ореха, и эфирные масла чеснока. Да. И это как напиток лекарственный. И молоко у нас как раз несет вот эти все эти вещества, которые у нас выбираются, и чеснока, и ореха. Вот и будем принимать с вами. Ванны. Принимаем перед едой. Принимаем перед едой по две столовые ложечки. Курс не более двух недель. Попринимали, сделайте перерывчик. Две недельки и еще. Ирина Петрович, а как же быть певцам? Они отказываются есть орехи вообще? Почему? Потому что как-то на голос влияет. А кстати, почему? Орешки, семечки, все вот эти мелкие вещества, они оседают. И у меня несколько было неприятных случаев. Петуха можно дать. Совершенно вообще не слушается. Действует на голос? Да. Это конечно удивительно. Абсолютно у всех певцов есть диета. Еще разок скажите, что вы не едите? Орешки? Семечки. Орешки, семечки. В любом виде орешки. Вы знаете, я думаю, что здесь получается следующее масло, которое образуется от этого, оседает на вот этих вот органах, резонаторах этих всех, да? На голосовых связках и так далее. Представьте себе, струна, облитая маслом или медом, она не звучит. Так точно и наш голос, голосовая связка, когда она стала такая, будем говорить, облитая маслицем, она пристает звучать. То есть она должна быть более такая сухая, тогда голос звонче. А как мы тогда сейчас будем пробовать, если Анастасия... Ну ничего, мы же на отдыхе. А, мы на отдыхе. Хорошо, тогда я вам сейчас дам... Поэтому певцы могут в отпуск перед едой, потом с едой макать туда. Нет, это... Держите. Ну я первый. Первый пошел. Анастасия, тан-дри-дан-дри-дан-дри-дан, вы же гости. В порядке живой очереди. Тан-дри-дан-дан. И что-нибудь споем. И проверим действие орешков. Так. Например, луч солнца золотой. Ну это же мужской репертуар. Послушайте, прекрасно. А женский тогда какой? Ну... А я и женский исполняю, давайте. А любимые есть у вас? Только знакомые. А все любимые. В траве сидел, кузнечик. Давайте тогда из репертуара Анастасии Вербицкой. Потому что у нее есть такие вообще партии, такие арии, такие роли. В траве сидел, кузнечик? Давайте, в траве сидел, кузнечик. Я академически. И начали. А тональность, а тональность. Каждый свое. В траве сидел, кузнечик. В траве сидел, кузнечик. Совсем как огуречек. Зелененький он был. Представьте себе, представьте себе. Зелененький он был. Представьте себе, представьте себе. Зелененький он был. Анастасия, спасибо вам за рассказы, за пение, за чудные глаза и за то, что вы такая стройная и красивая. Благодарю. Было очень приятно. Больше верхних нот не будем на прощание? Давайте все вместе. Это очень хорошая терапия от отрицательных эмоций. И для того, чтобы холестерин и бляшки рассасывались. Теперь я вам покажу, как правильно взять вдох. Повернулись. Представили, что мы вдыхаем цветочек, только быстро и коротко. Вдохнулись, задержали. Улыбнулись и самая высокая нота. Три-четыре. Опять сгибается. Ух ты! И я думаю, что под эту высокую ноту я возьму письмо. И письмо я сейчас скажу у нас от кого? От Валерия из Воронежа. Он просит вас, Геннадий Петрович, дать совет. Смесь из трав, чтобы помочь своим деснам. Потому что у него очень чувствительные десны. Я так понимаю, что иногда кровоточит. Кровоточит. Для того, чтобы десны не кровоточили, конечно, надо использовать такие средства, которые имеются в народной у нас медицине. Это очень хорошо сделать, знаете, такую зубную пасту. Мы с вами берем одну столовую ложечку гвоздичного масла, одну столовую ложечку живицы, потом берем немножечко имбиря, берем корень цикория, поджариваем его, измельчаем в пудру. Это будет как раз основа, которая вот в обычных пастах, это используется как мел. Все это перемешиваем. У нас получается такая паста, которую мы аккуратненько втираем в свои десна. Делаем это раз в день, лучше всего на ночь. И так продолжаем до тех пор, пока у нас десны не станут крепкие. Обычно они уже через две недельки становятся хорошими. Это и бактерицидное средство, и укрепляющее. Спасибо. Я на самом деле хочу вам, Валерий, сказать, что вы еще будете очень хорошо пахнуть, потому что, конечно, гвоздичное масло – это круто. И напомнить адрес хочу для следующих вопросов. И писем, электронный адрес вы сейчас видите на ваших экранах. Малахо-собачка8.ru А почтовый – Москва, 127-427, улица Академика Королева, 21, 8 канал. Программа в гостях у Геннадия Малахова. В народе говорят, где тонко, там и рвется. В полной мере это можно отнести и к нашим сосудам. Но если заботиться об их здоровье, то никакие болезни нам не страшны. С вами были Геннадий Малахов и Таня Ларич. И наша дорогая гостья Анастасия Вербицкая. Спасибо. Я хочу пожелать телезрителям, чтобы вы побольше пели, не стеснялись, раскрепощались, хорошо дышали. И тогда у вас будет отличное настроение и здоровые сосуды. Доброго вам здоровья, бодрости духа и хорошего самочувствия. Оставайтесь на восьмом. До свидания, подпевайте. Слушайте, мне лучше понравился соус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин